Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим оборудование для производства таблеток. Начнем с рассмотрения видов и основных технико-экономических показателей таблеточных машин. Таблеточные машины, применяемые в пищевой промышленности, имеют разные конструктивные формы. Их можно классифицировать по следующим признакам. По виду привода, механический, гидравлический, комбинированный. По характеру движения рабочих органов при прессовании обрабатываемого объекта в машине. По способу прессования одностороннее или двухстороннее сжатие. По типу устройства для компенсации давления прессования. В настоящее время используется кривошипные, эксцентриковые, гидравлические и ротационные таблеточные машины. Но наибольшее распространение получили ротационные. В зависимости от развиваемого максимального давления, таблеточные машины разделяются на три основные группы. Низкого давления до 80 мегапаскаль, среднего давления от 80 до 120 и высокого давления свыше 120 мегапаскаль. Основными технико-экономическими показателями таблеточных машин являются производительность, максимальное усилие прессования, удельные металлоемкость, энергоемкость. Показатели вы видите в таблице. Металлоемкость различных таблеточных машин можно сравнить по их удельной металлоемкости КМ, определяемой по формуле. Эффективность энергетических затрат таблеточных машин оценивается удельной энергоемкостью КЭ. Рассмотрим кривошипные машины. Кривошипные или эксцентриковые таблеточные машины являются машинами периодического действия, в которых осуществляется только одностороннее прессование, без выдержки прессуемого порошка под давлением. Ввиду того, что в кривошипных таблеточных машинах осуществляется лишь одностороннее прессование, спрессованная таблетка имеет неравномерную плотность. А это сказывается на ее прочностных и качественных свойствах. На существующих кривошипных таблеточных машинах можно прессовать таблетки диаметром от 13 до 120 мм. При усилиях прессования от 15 до 400 кН. Максимальная производительность кривошипных таблеточных машин сравнительно невелика и составляет до 4500 таблеток в час. Кривошипная таблеточная машина типа Т состоит из литой станины 1, на которой все основные узлы смонтированы в верхней части, а электропривод в нижней. От электродвигателя через клиноременную передачу, шкив и зубчатые шестерни, крутящий момент передается на эксцентриковый главный вал 7. Для регулирования давления прессования на середине эксцентриковой части вала в шатуне установлена эксцентриковая втулка, которая может поворачиваться в цилиндрическом пазу шатуна с целью изменения эксцентриситета. Давление прессования в матрице зависит от положения эксцентриковой втулки. К шатуну 5 прикреплен ползун 4, в котором расположен верхний пуансон 3. Нижний пуансон установлен в резьбовом штоке, который может подниматься или опускаться под действием регулировочной гайки 2, что позволяет менять массу таблетки. Выталкивание таблетки из матрицы осуществляется нижним пуансоном под действием внутреннего профильного ролика. Таблетируемый порошок из бункера 8 поступает в подвижный питатель 6, перемещение которого осуществляется от привода машины. Штурвал 9 предназначен для ручного проворачивания главного вала машины. Спрессованные таблетки скользят платку 10 в тару, устанавливаемую на площадке 11. Сейчас на экране демонстрируется, кинематическая схема кривошипной таблеточной машины типа ТМ1. От электродвигателя 1 через клиноременную передачу 4 и шестерни 10-12 осуществляется вращение эксцентрикового вала 15, который при вращении сообщает возврат на поступательное движение ползуну 13 и верхнему пуансону 19. через шатун 16. На тыльной торцовой стороне зубчатого колеса 12 установлен внутренний профильный кулачок 11. Ролик 17, перемещаясь по кулачку, обеспечивает возврат на поступательное движение штанги 31, приводящее в движение через вильчатый рычаг 26 ЦАПФУ 25, на которой закреплен нижний пуансон 24. Регулирование объема засыпаемой массы в матрицу 23 осуществляется положением втулки 27 относительно неподвижной резьбовой втулки 29. ЦАПФУ 25 устанавливают в зависимости от положения регулировочной втулки с помощью стопорных гаек 30. Кулачок 9, расположенный на консоли эксцентрикового вала, воздействует на ролик 8. Вследствие чего рычаг 7 с помощью серги 5 передвигает бункер 20 вдоль стола 21. При движении бункера зубчатые колеса 2 ворошителя передвигаются по рейке 3. На кулачке 9 имеется волнообразный выступ, который встряхивает бункер, что позволяет облегчить подачу порошка в матрицу. Порошок предназначенный для прессования засыпают в бункер 20. При соприкосновении выступающей части кулачка 9 с роликом 8 бункер перемещается к матрице и после совмещения нижней части бункера с матрицей происходит заполнение матричной полости порошком. После заполнения матрицы 23 порошком бункер под воздействием пружины 6 возвращается в первоначальное положение, а верхний пуансон 19 входит в матрицу и спрессовывает находящийся в ней порошок в компактное тело таблетку 22. От глубины погружения верхнего пуансона в матрицу зависит плотность таблетки. Ход верхнего пуансона регулируется угловым перемещением эксцентриковой втулки 13, которая расположена в головке шатуна 14 относительно вала 15. При выходе верхнего пуансона из матрицы происходит выталкивание таблетки 22, нижним пуансоном 24. В дальнейшем таблетка сталкивается выступом бункера со стола 21 на наклонный лоток 28. А толкатель 26 с нижним пуансоном возвращается в исходное положение. В этом случае, когда происходит неравномерное поступление порошка в матрицу, наблюдается значительный разброс в массе таблеток. Поэтому при работе кривоошипной машины необходимо настроить регулировочную втулку 27 относительно неподвижды резьбовой втулки 29 и надежно укрепить нижний пуансон 24 к толкателю 26. При выталкивании таблетки необходимо, чтобы гайки 30 были отрегулированы так, чтобы верхний торец нижнего пуансона 24 находился заподлицо с верхним торцем матрицы 23. На экране представлена кинематическая схема эксцентриковой таблеточной машины типа ТП-1М, развивающей усилие до 120 кН. Эти машины предназначены для таблетирования сыпучих пищевых материалов. Привод машины осуществляется следующим образом. Движение от электродвигателя передается через шкив 1 клиноременной передачи, который имеет массивный обод и является одновременно маховиком, обеспечивающим равномерную нагрузку электродвигателя и плавную работу машины. Внутри шкива вмонтирована фрикционная муфта 2, включающаяся при закрывании дверки на рабочем месте таблеточной машины. Клиноременный шкив 1 соединен с помощью фрикционной муфты 2 с валом 8, на котором находится шестерня 3. Движение через шестерни 3, 4, 5, 6 передается кривошипно-шатунному механизму. Штурвал 7 служит для проворачивания вала 8 вручную. Основным узлом таблеточной машины является кривошипно-шатунный механизм, осуществляющий уплотнение прессуемого материала и состоящий из коленчатого вала 9, шатуна 24 и ползуна 19 с укрепленным на нем верхним пуансоном 27. Таблетируемый материал загружают в бункер 21 таблеточные машины, откуда он по питателю 22, который прижимается к столу упружины 20, поступает в матрицу 26. Дозировка порошка производится нижним пуансоном 25. Для регулирования массы таблетки фиксируется положение выталкивателя с помощью регулирующих гаек 16 и 18 на резьбовой штанге 17. При дозировке и уплотнении материала резьбовая штанга занимает нижнее положение и регулирующая гайка опирается на направляющую 23. Кроме дозировки материала питатель производит также сбрасывание готовых таблеток, которые собираются в таре расположенным рядом с машиной. Поверхность торца нижнего пуансона должна строго совпадать с плоскостью стола таблеточной машины. Что определяется положением верхней регулирующей гайки 16 на резьбовой штанге 17. Нижний пуансон приводится в движение системы тяг 15 и 14 и роликом 13 от профильного кулачка 12. Степень уплотнения порошка может меняться за счет изменения эксцентричности кривошипно-шатунного механизма 11, который регулируется поворотом диска 10, насаженного на коленчатый вал 9. На экране показаны основные технологические операции, которые выполняются на кривошипных таблеточных машинах. Круговая циклограмма этих же операций, сейчас вы ее видите на экране. Производительность кривошипной таблеточной машины определяется по формуле. Наиболее важным звеном кривошипной таблеточной машины является операция прессования, которая осуществляется кривошипно-шатунным механизмом. На экране показана схема кривошипно-шатунного механизма в начале АВС и в конце АВ0С0 прессования. Путь, пройденный верхним пуансоном 3 в матрице 4, может быть определен из выражения. Или, если записать по-другому, это выражение будет выглядеть так. Ввиду того, что R sin α равно L sin β и θ равно R деленное на L, для определения длины кривошипа и шатуна используем следующие формулы. Угол поворота кривошипа соответствующей пути, который проходит верхний пуансон в матрице плита таблетирования, определяется по формуле. Коэффициент полезного действия кривошипных таблеточных машин невелик и составляет от 0,35 до 0,6. Свидетельствую о том, что значительная часть работы расходуется на трение в кинематических парах исполнительных механизмов. Преимущество кривошипных машин заключается в простоте конструкции, быстроте и несложности переналадки пресс-инструмента при переходе на другой типоразмер таблеток. Надежность в эксплуатации. Все это позволяет эффективно использовать их в мелкосерийном производстве или на пищевых предприятиях небольшой мощности. Рассмотрим гидравлические машины. Гидравлические таблеточные машины, как и кривошипные, являются машинами периодического действия, однако значительно превосходят их по производительности и развиваемому давлению прессования. Гидравлические таблеточные машины при сравнительно небольших размерах развивают большое давление, что дает возможность изготавливать крупные таблетки-брикеты диаметром до 23 см и высотой до 10 см. С предусмотренной при этом плавной и рациональной регулировкой давления прессования, дозирования порошка, скорости поступления массы в матрицу, уплотнение и выдержки таблеток под давлением. В отличие от машин других типов, в гидравлических таблеточных машинах пресс-инструмент расположен горизонтально, что способствует более эффективной подачи порошка в матрицу. Принцип работы гидравлической таблеточной машины представлен на рисунке и заключается в следующем. В процессе дозирования положения А неподвижный 1 и подвижный 5 пуансоны расположены в питающем бункере 3 таким образом, чтобы таблетируемая масса 2 свободно поступала в зазор между пуансонами. Величина зазора регулируется винтовым регулятором 10. Затем дозированная масса поступает в матрицу 4 вследствие перемещения бункера 3 и матрицы в среднее положение B. Бункер-питатель приводится в движение дифференциальным плунжером 14, который расположен в гидравлическом цилиндре 13. В начале прессования подвижный пуансон 5 движется под действием дифференциального плунжера 6, расположенного в гидравлическом цилиндре 7 влево, положение В. Это обеспечивает уплотнение в матрице прессуемой массы в таблетку. При этом матрица находится в свободном состоянии и может быть несколько смещена по отношению неподвижного пуансона 1. Чем и достигается эффекта двухстороннего прессования. Дифференциальный плунжер уплотняется манжетами 9 и 12. Подвод и отвод масла осуществляется через каналы 8 гидравлического цилиндра. Для того, чтобы масса таблеток была постоянной, предусмотрено стопоряющее устройство 11, винтового регулятора 10. После окончания прессования матрицы 4 и питающий бункер 3 перемещаются в крайнее левое положение, а подвижный пуансон 5 в крайнее правое положение Г. Спрессованная таблетка, брикет, под действием собственной массы падает в приемный лоток. В том случае, когда наблюдается адгезия таблеток к пуансону, таблетки сбрасываются струей сжатого воздуха или механическим сбрасывателем. Конструкция гидравлических машин позволяет осуществить подпрессовку, что особенно важно при производстве таблеток из высокодисперстных пищевых сыпучих материалов, чай, пищеконцентраты и другие. Ротационные машины. Ротационные машины в пищевой промышленности получили самое широкое распространение ввиду их большой производительности. Это машины непрерывного действия. На ротационных машинах все технологические операции процесса таблетирования, дозирования, прессования, выталкивания выполняются одновременно в результате наличия нескольких комплектов пресс-инструментов, расположенных по окружности ротора. По конструктивным особенностям и характеристикам, ротационные таблеточные машины делятся на два класса. К первому относятся такие ротационные таблеточные машины, у которых при движении пуансонов по копирам возникает трение качения. В том случае, если между пуансонами и копирами возникает трение скольжения. Такие ротационные таблеточные машины относятся ко второму классу. Ротационные таблеточные машины могут быть однократного и многократного действия. Однократными ротационными таблеточными машинами называют такие машины, когда расположенный на роторе пресс инструмент за один оборот формуют только по одной таблетке. Если же за полный оборот ротора одним и тем же пресс инструментом формуется несколько таблеток, то такие ротационные таблеточные машины называют многократными. Существуют ротационные таблеточные машины 1, 2, 3 и 4 кратного действия. В ротационных таблеточных машинах осуществляется двустороннее прессование, что позволяет получать из прессуемой массы таблетки с наиболее равномерным распределением плотности. На экране показана кинематическая схема ротационной таблеточной машины МТ-3А 1 класса, однократного таблетирования. Машина имеет литую станину, внутри которой размещены червячные и цилиндрические зубчатые редукторы, а также фрикционная муфта сцепления 3. На станине установлена нижняя плита 17, соединенная с верхней плитой 13, колоннами 14. Между плитами смонтирован ротор 9 с 15 комплектами одногнездовых матриц, верхних 15 и нижних 16 пуансонов. Силовые копиры для таблетирования и выталкивания таблеток установлены на плитах 13 и 17, а вспомогательные копиры на колоннах 14. Крутящий момент передается от электродвигателя 1 на вал 8, ротора 9, через зубчатые передачи 2, сменные шестерни 6 и 7, червяк 4 и червячное колесо 5. Взаимная перемена мест шестерен 6 и 7 обеспечивает двухчастотное вращение ротора 7,3 и 9,87 оборота в минуту. С помощью муфты 3 можно останавливать и пускать в работу машину при включенном электродвигателе. Через шестерни 12 вращение передается на лопасти ворошителя 10, которая облегчает загрузку матриц таблетируемой массой, находящейся в бункере 11. Рассмотрим развернутую циклограмму ротационной таблеточной машины MT3A. Таблетируемая масса с помощью лопастного ворошителя поступает из питающего бункера 1 в матрицу 2. В зависимости от положения кромки нижнего пуансона 3 в матрице А осуществляется объемное дозирование. Высота нижнего пуансона в матрице регулируется дозировочным копиром 4 и червячно-винтовым устройством 5. Во избежание распыления порошка при входе в матрицу верхнего пуансона 7 копир 6 обеспечивает дополнительное перемещение вниз нижнего пуансона с дозированной массой. После входа верхнего пуансона в матрицу осуществляется двухстороннее сближение пуансонов под воздействием верхнего 8 и нижнего 9 копиров. При этом происходит уплотнение, прессование и выдержка таблетируемой массы, что способствует получению компактного тела таблетки. Положение нижнего копира 9 можно регулировать клиньями 10, которые позволяют варьировать степень сжатия давления прессования массы при таблетировании. После прессования массы верхний пуансон с помощью копира 11 возвращается в исходное положение, а таблетка клином 12, который обкатывает ролик нижнего пуансона, выталкивается из матрицы и сталкивается щитком 13 в лоток. Нижний пуансон из крайнего верхнего положения в нижнее, которому соответствует начало процесса дозирования, возвращается с помощью копира 14. В тех случаях, когда масса пуансона недостаточно, для преодоления сопротивления трения предусмотрен копир 15, обеспечивающий его принудительное перемещение вниз. На экране показана конструкция нижнего копира ротационной таблеточной машины, с помощью которого регулируется давление прессования. Наиболее быстро изнашиваемый участок копира расположен на границе наклонного и горизонтального профилей, а наиболее ломкий в местах расположения креновых регуляторов 2, например, по линии 1. При рациональной конструкции копира наклонный профиль копира разделен на три участка. При этом углы наклона участков альфа меньше бета меньше гамма, а радиусы кривизны соответствующих поверхностей связаны между собой соотношением R1 больше R2 больше R3. Использование копира такого профиля позволяет осуществлять равномерную постепенную нагрузку и значительно снизить износ участка перехода наклонного профиля в горизонтальный. Для равномерной опоры копира и снижения действующего на него изгибающего момента, а также устранения концентрации напряжений в пазах копира применяют специальную подушку 3 из цементированной стали. Профиль верхнего копира представляет собой зеркальное отражение нижнего копира. Ротационные таблеточные машины второго класса более компактны, производительны и экономичны. Ротационная таблеточная машина второго класса однократного таблетирования марки DDS2 состоит из литой станины 1, на которую установлен электродвигатель 2. Через ременную передачу он приводит во вращение шкив 3, который через фрикционную муфту соединён с червяком. Он входит в зацепление с червячным колесом 4, зубья которого профрезерованы в корпусе чугунной карусели, роторе таблеточной машины. Ротор состоит из трёх поясов. Среднего, в котором расположены матрицы 5, верхнего и нижнего с верхним 6 и нижним 7 пуансонами. К траверсе 8 машины прикреплён на кронштейн питающий бункер 9, патрубок которого расположен над средним поясом карусели. Для того, чтобы прессуемая масса самотёком попадала в секции распределительной рамки 10. Эта рамка необходима для заполнения порошком матрицы при вращении ротора. Прессование происходит при прохождении верхних и нижних пуансонов, соответственно под верхним 11 и нижним 12 прессующими роликами. Нижний ролик 12 насажен на ось 13, которая входит в состав рычажного механизма с упругим звеном пружиной, ограничивающей величину давления при прессовании. В тех случаях, когда давление прессования превышает заданную величину, пружина сжимается и происходит опускание нижнего прессующего ролика. Давление прессования при заданной массе таблеток регулируется пружиной рычажного механизма компенсации давления или поворотом эксцентричной оси 14 верхнего ролика, который изменяет расстояние между осями прессующих роликов. Ось верхнего ролика поворачивается червячным механизмом 15. Принцип прессования ротационных таблеточных машин второго класса двухкратного действия осуществляется следующим образом. Таблетируемый материал поступает из двух вибрационных бункеров 4 в два распределителя 5, которые состоят из изогнутых медных пластин. Распределители прикреплены к вертикальной стойке и расположены по пути движения ротора. В том случае, когда таблетируется гигроскопичный продукт, применяются закрытые распределители, которые плотно прилегают к столу ротора. Последовательно пересыпаясь через пластины, порошкообразная масса равномерно поступает в матричную полость. Для того, чтобы порошок не рассыпался, между последней пластиной и столом ротора устанавливают фетровое уплотнение. Окончательное объемное дозирование материала 8, загружаемого в матрицу 9, определяется положением нижнего пуансона 10, который скользит по дозировочному копиру. Высота его может регулироваться винтовым устройством 14. С целью уменьшения распыления таблетируемого материала происходит дальнейшее опускание нижних пуансонов 10 на несколько миллиметров. В это же время осуществляется вход верхнего пуансона 7 в полость матрицы и под действием копиров 7 и 12 нижние и верхние пуансоны сближаются. В процессе сближения пуансонов происходит формование массы в таблетку под действием верхнего 2 и нижнего 11 прессующих роликов, которые при прессовании поворачиваются вокруг своих осей. Требуемое давление прессования регулируется эксцентриковым устройством 18. Верхние ролики устанавливаются на необходимой высоте с помощью эксцентриковых втулок 1. После образования таблетки верхние пуансоны 6 поднимаются, скользя головками по копиру 3. Под действием копира 17 сформированные таблетки выталкиваются нижним пуансоном к наклонному лотку, который направляет таблетки в тару. В дальнейшем происходит опускание нижних пуансонов под действием копира 16. Скольжение верхних пуансонов по горизонтальному копиру верхнего пояса ротора необходимо для беспрепятственной засыпки прессуемой массы в матрицу. Для наладки и ремонта нижних пуансонов предусмотрены устройства 13 и 15. Возможные неисправности ротационных машин и методы их устранения сведены в таблицу, которая сейчас демонстрируется на экране. В этой таблице представлены неисправности, вероятные их причины и методы устранения. Неисправности бывают следующими. Поверхность таблетки не отвечает товарному виду. Таблетки имеют расслоение. Материал не таблетируется. Масса таблеток нестабильна. Происходит большой рассев материала по поверхности стола ротора. Ознакомившись с этой таблицей, вы сможете устранить эти неполадки. Однако мы продолжаем. Производительность ротационных таблеточных машин определяется по формуле. Кольманом Ивановым и Завгородним были исследованы силовые и динамические характеристики ротационных таблеточных машин, по которым можно определить силы, действующие на пуансоны и кулачки, а также величину момента вращения ротора. Ротационные таблеточные машины получили большое применение также при производстве слоистых таблеток. Ротационная таблеточная машина для получения слоистых таблеток представляет собой сдвоенную ротационную таблеточную машину, где на одном роторе осуществляется таблетирование ядра таблетки двояко выпуклой формы, а на другом роторе на таблетку ядро наносится покрытие оболочка. Причем весь этот цикл непрерывный. На экране показана схема сдвоенной ротационной машины. Материал, предназначенный для таблетирования ядер, поступает из бункера 1 в матрице, которые расположены в роторе 2. Посредством пуансонов 3 и роликов 4 осуществляется прессование таблеток ядер. Для регулирования их массы предназначен винт 5. Спрессованные таблетки ядра с помощью специального транспортирующего устройства 7 передаются на второй ротор 8, где на них наносится покрытие. Материал, предназначенный для покрытия таблеток оболочкой, поступает из бункера 6 в матрице, расположенной в столе ротора 8, где сначала происходит поступление порции облицовочного материала для образования нижней части слоистой таблетки. Затем в эту же матрицу поступает таблетка ядро, на которую после фиксации по центру гнезда матрицы и ее предварительного уплотнения в нижний слой облицовочного материала поступает другой материал, предназначенный для образования верхней части облицовки. После этого происходит окончательное прессование и слоистая таблетка поступает в тару расположенную на поддоне 9. Схема получения слоистых таблеток сейчас показана на экране. В позиции 1 матрица заполняется материалом предназначенным для нижней части оболочки. В позиции 2 поступает таблетка ядро. В позиции 3 движением верхнего пуансона таблетка ядро вдавливается в нижний слой облицовочного материала. Затем после уплотнения таблетки ядра в позиции 4 поступает верхний облицовочный материал и происходит окончательное прессование в позиции 5. Затем нижним пуансоном в позиции 6 осуществляется выталкивание слоистой таблетки из матрицы. Волковые машины. В некоторых отраслях пищевой промышленности кондитерской или чайной наряду с рассмотренными таблеточными машинами для спрессовывания тонкодисперсных материалов можно применять волковые машины. Принцип работы таких машин заключается в том, что прессуемый материал подается между двумя профилированными или одним гладким и другим профилированным волками, вращающимися в разные стороны. Материал уплотняется и деформируется при высоком давлении, превращаясь в компактную таблетку. Степень уплотнения материала зависит в основном от равномерности поступления его в зазор между волками, диаметр и скорости волков, профили поверхности волков, физико-механических свойств продукта. Исследования работы волковых машин показали, что между названными факторами существуют сложные зависимости. Для многочисленных прессуемых материалов диапазон регулирования скорости волков очень широк. Однако для материалов с высокой начальной плотностью необходимо предусматривать наименьшую скорость для того, чтобы не допустить перегрузку привода машины. Это особенно важно для машин, имеющих питающее нагнетательное устройство. Большинство материалов требуют определенного времени, в течение которых происходит его уплотнение и развитие пластической деформации. При слишком коротком времени пребывания материала в межволковом пространстве возникают большие упругие деформации и при снятии давления таблетки теряют свою форму. На уплотнение продукта оказывает влияние диаметр волков. С увеличением его при постоянном зазоре значительно повышается плотность. Таким образом, на одной и той же машине, в зависимости от диаметра волков, из одинакового материала можно вырабатывать более плотные и мягкие таблетки. При проектировании таблеточных машин особое значение придается профилированию волков. Пиштом рассмотрена картина формования таблетки на различных стадиях процесса прессования. При свободном заполнении формы материалом, в то время как верхняя часть таблетки еще спрессовывается, откидывается нижний край формы. Под действием уплотняющих сил, приложенных к верхней части, из формы выталкивается нижняя, почти полностью спрессованная часть. При таком неравномерном прессовании верхняя часть таблетки будет иметь меньшую плотность, что может привести к разрушению таблетки. Если же во время прессования между волками материал подается принудительно с помощью какого-либо питающего устройства, то получается полноценная спрессованная таблетка заданной формы, которая легко выходит из формы. В качестве питающего устройства может быть применен конический шнег, который предварительно уплотняет материал и полностью заполняет им форму. Для того, чтобы избежать перегрузки машины, возникшей вследствие попадания инородных тел или перенаполнения прессуемым материалом, один из волков следует сконструировать подвижным. Форма таблеток, определяемая профилем поверхности волков, может быть различной. Однако при выборе ее в первую очередь следует учитывать свободный выход спрессованной таблетки из межволкового пространства. Этому условию удовлетворяют более плоские мелкие формы, из которых таблетки легко выходят и не растрескиваются. Дозировочные устройства. Для получения таблеток требуемой массы необходимо заполнение матрицы таблеточной машины определенным количеством материала. Этот процесс называется дозированием, которое может протекать по массе или по объему. Дозирование по массе более точное, однако из-за сложности таких дозаторов в большинстве таблеточных машин используется объемное дозирование. Для обеспечения точности дозирования по массе необходимо, чтобы в матричную полость поступало равномерное количество прессуемого материала на протяжении всей работы таблеточной машины. Количество поступаемого материала в машину зависит от объема матричной полости, которая на ротационных таблеточных машинах регулируется нижним пуансоном. Масса материала М поступающего в матричную полость перед его таблетированием может быть представлена равенством. Поступление продукта в матричную полость осуществляется при переменной интенсивности кумалая, которая изменяется от 0 до Q максимум. Масса продукта поступившего в матрицу может быть выражена через Q следующим образом. При объемном дозировании на точность дозирования большое влияние оказывает время дозирования. В том случае, когда время дозирования недостаточно, то есть матричная полость не успевает заполниться порошком во время нахождения под питателем. Масса полученных таблеток всегда будет меньше требуемой. На точность дозирования также влияет однородность прессуемого материала. Если масса порошка состоит из крупинок, то есть градул разного размера, разной массы, то при встряхивании загрузочной воронки масса будет расслаиваться. Крупные частицы будут подниматься вверх, а мелкие спускаться вниз. Поэтому подбирают наиболее оптимальные соотношения гранулята, которые позволяют получить точно дозированные таблетки при определенном рабочем давлении. В технологическом цикле процесса таблетирования время дозирования составляет от 52 до 80 процентов. Поэтому высокая экономическая эффективность может быть достигнута при оптимизации этого процесса. Время дозирования в основном зависит от цепучести порошка, однородности гранулята, диаметра матрицы, физико-механических свойств прессуемого материала и типа загрузочного устройства. В зависимости от объемной массы таблетируемого материала, массы и плотности таблеток для настройки таблеточной машины можно определить высоту загрузки и матричную полость таблетируемого материала H и высоту таблетки H равную, без учета относительного упругого последействия в осевом направлении, минимальному расстоянию между пуансонами. Массу загружаемого таблетируемого материала M можно определить по формуле. Из этого уравнения следует, что отношение H большого к H малое соответствует отношению RO к RO N. На текущий момент имеется несколько типов загрузочных устройств, которые облегчают процесс дозирования. На вертикальных таблеточных машинах, к которым относятся ротоционные, прессуемый продукт поступает в матричную полость под действием собственной массы. На ротоционных таблеточных машинах для облегчения дозирования прессуемого порошка в матрице, которые расположены на столе ротора 1, применяются лопастные, лепестковые, вибрационные и другие типы ворошителей, установленные в питателе 2. Вследствие вращения вала 3 от привода таблеточной машины лопасти 4 поддают прессуемый материал гнездам матриц 5. В процессе дозирования порошка верхней пуансоны 6 находится под питающим бункером. Положение нижнего пуансона 7 регулируется устройством, состоящим из штурвала 8, резьбового хвостовика 9, профильного кулачка 10, по верхней поверхности которого скользит головка 11, нижнего пуансона 7. По данным Кольмана Иванова установлено, что пропускная способность загрузочной воронки не зависит от высоты заполнения ее порошком. Пропускную способность ку-большое в килограмм в секунду загрузочные воронки можно определить из уравнения. Сыпучесть материала можно характеризовать как процесс выпадения отдельных частиц из свода отверстия бункера. На место частиц выпадающих из нижней поверхности свода поступают новые частицы из лежащих выше слоев материала, в связи с чем некоторые авторы называют упомянутый свод динамическим сводом. Допуская, что свода над круглым отверстием диаметра D имеет сферическую форму, пропускная способность загрузочной воронки ку-большое рассчитана на основании следующих рассуждений. Плоскость, проходящая через ось отверстия, образует в пересечении со сводом окружность, уравнение которой можно записать в виде. Скорость частицы V, выпадающей из свода в точке А в момент прохождения через отверстие будет. Объемный расход W определяется по формуле. Пропускная способность воронки с учетом условий на выходе при заданной объемной массе порошка по формуле. С целью увеличения скорости дозирования и предотвращения свода образования в бункерах таблеточных машин устанавливают специальные ворошители или встряхиватели. Для ориентировочного расчета времени дозирования и высоты заполнения матриц в таблеточных машинах можно воспользоваться формулами. При заданной средней плотности ρ прессованной таблетке высота последней h может быть найдена из уравнения. Окончательная высота заполнения матрицы для получения нужной массы таблетки достигается в процессе настройки таблеточной машины. Механизм таблеточной машины, которая осуществляет подачу таблетируемого материала в зону питания и обеспечивает заполнение матричной полости, называется питателем. Питатель таблеточной машины выполняет следующие функции. Обеспечивает перемещение порошка из бункера, расположенного в стороне от машины в зону питания. Перемешивает порошок, не допуская образования сводов и обеспечивает принудительную подачу материала в матричную полость. Обеспечивает регулировку расхода таблетируемого материала при замене одного материала другим и величину подачи материала в случае изготовления таблеток другого диаметра. Облегчает операцию дозирования и способствует более точному дозированию. В зависимости от конструктивных особенностей и характера воздействия на прессуемый материал существует четыре класса питателей. К первому классу относятся рамочные питатели, которые воздействуют на таблетируемый материал за счет наличия перегородок в рамке питателя и обеспечивают направление движения материала к центру матриц. Такие питатели применяются только в тех случаях, когда таблетируемый материал обладает хорошей сыпучестью. Ко второму классу питателей относятся лопастные питатели с более высокой точностью дозирования. Эти питатели обеспечивают непрерывную подвижность материала под воздействием на него вращающихся лопастей и осуществляют принудительную подачу материала в матрицу. К третьему классу относятся комбинированные питатели, которые по своим конструктивным особенностям представляют комбинацию из питателей первого и второго класса. Такие питатели обеспечивают высокую точность дозирования для ротационных таблеточных машин с малым диаметром ротора. Вибрационные питатели относятся к четвертому классу питателей. Воздействие на материал таких питателей осуществляется за счет вибрации. К основным параметрам питателя ротационных таблеточных машин относятся скорость вращения лопастей ворошителя и длина зоны питания, измеренные по дуге начальной окружности ротора. Величина длины зоны питания соответствует проходимому нижними пуансонами расстоянию под питателем. Вальтером была исследована оптимизация параметров ротационных таблеточных машин, на основании которой выведена формула для расчета длины зоны питания ЛП в сантиметрах в циклограмме ротационной таблеточной машины. Узел дозирования ротационной таблеточной машины работает по принципу дозатора дискового типа. Бункер состоит из двух секций, верхний 1 и нижний 2, каждый из которых имеет вибрационное устройство 3. Дно бункера 2 заканчивается горловиной 4, через которую прессуемая масса поступает в питатель 5. Закрепленный неподвижно. Под питателем 5 расположен вращающийся стол 6 с матрицами 7. Доза порошка в матричной полости регулируется с помощью клина 9, который влияет на положение торца пуансона 8. С целью ускорения дозирования вибраторы на магнитострикторах создают колебания с частотой 10 кГц. Кольцевой зазор между секциями бункеров играет роль деаэратора, освобождая прессуемую массу от имеющегося в нем воздуха. Известно, что свойства сыпучего материала при вибрации с большой частотой приближаются к свойствам жидкости, чем и обеспечивается высокая точность дозирования. В этом видео мы рассмотрели основные пресса для таблетирования сыпучих пищевых материалов, а также устройства для дозирования. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, а в колокольчике все уведомления и вы будете получать уведомления о каждом новом видео на канале. Поставьте лайк, напишите комментарий с вопросом, если вам что-то непонятно. Я отвечу в меру своей компетентности. На этом у меня все по этой теме. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...